Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Махти. Я рад приветствовать всех, кто вместе с нами продолжает изучение Священного Писания. У нас на очереди урок пятый, который называется «Воскресшие до смерти и воскресения Иисуса Христа». Наш памятный текст из Евангелия от Иоанна, 11 главы, 25-26 стихи. Иисус сказал ей, «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли всему?» Какой замечательный вопрос. Нам с вами необходимо найти ответ, каждому для себя найти ответ на этот вопрос. Верю ли я этому? Действительно, это непросто. Верить в то, что Бог может воскрешать мертвых, это действительно вызов для нашей веры, вызов для нашего человеческого материалистического понимания. Мы обычно верим тому, что видим собственными глазами. Но мало кто из нас, или сказать даже никто, не видел воскрешение мертвого собственными глазами. В основном мы об этом слышим, в основном мы об этом читаем где-то, и читаем об этом также в Священном Писании. Но, тем не менее, давайте мы обратимся к Библии и посмотрим, какие есть свидетельства в Священном Писании, за документированные свидетельства того, что люди были воскрешены. И мы с вами на этой неделе будем рассуждать о том, что воскресение мертвых – это не просто надежда на будущее какое-то событие, но это также и факт, который случался неоднократно в прошлом. И на этой неделе мы с вами рассмотрим несколько случаев в Священном Писании, где описывается воскрешение мертвых. Это воскрешение Моисея, это воскрешение сына вдовы из Сарепты, сына Санамитянки, это воскрешение сына вдовы из Наина, который Иисус совершил, Иисус также воскресил дочь Иаира, Иисус воскресил также Лазаря. То есть Иисус совершил таких, описанных в Новом Завете, три случая воскрешения мертвых. И также мы можем читать в Деяниях Апостолов о том, как Петр, Апостол Петр, воскресил Тавифу, и о том, как Апостол Павел воскресил юношу Евтиха. За исключением Моисея все эти люди были воскрешены как смертные люди, в конце концов они умерли. Но случай Моисея уникальный. И на этой неделе мы будем более подробно рассматривать вот эти события, эти случаи. Какие главные вопросы нас будут при этом волновать? Вопрос. Почему именно эти люди были воскрешены? Почему не кто-то другой? Что было именно особенного такого именно в этих людях, именно в обстоятельствах этих людей? Почему именно их Господь решил воскресить? Чему нас учит каждый случай воскресения? И почему воскрешения мертвых были все-таки редкими такими событиями, редкими случаями? Нужно ли нам хотеть и молиться о земном воскресении наших близких, которые умирают? Нужно ли нам молиться об этом? Нужно ли нам стремиться к этому, чтобы наши близкие, которые умирают, могли быть воскрешены? Это тоже немаловажный вопрос, на который хочется найти ответ. На этой неделе будем рассуждать. Итак, первая тема посвящена воскресению Моисея. И давайте мы с вами посмотрим, как об этом говорится в послании Иуды, 9 стих. Послание Иуды, первая, единственная глава и 9 стих. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Вот и все, вот и все, что сказано о том, как Бог воскресил Моисея. На самом деле, это цитата. Эти слова являются цитатой по мнению многих исследователей. Цитата из апокрифа, которая называется «Успение Моисея». Вообще, это, конечно, не совсем понятно, почему Иуда цитирует апокриф. Но мне больше нравится версия о том, что Иуда цитирует некий другой независимый источник, который также попал и в апокриф «Успение Моисея». То есть, автор апокрифа «Успение Моисея» использовал какую-то информацию из другого источника, более достоверного, и из этого же более достоверного источника использовал информацию апостол Иуда, когда цитировал и когда описывал вот это событие – воскрешение Моисея. Вы знаете, в апокрифе «Успение Моисея» на самом деле этот апокриф не сохранился. Этот апокриф был написан на иврите, как считается, и был переведен затем на греческий язык Койна, на котором написан и Новый Завет, но затем он был переведен на латинский язык, и спустя несколько столетий был найден именно латинский текст. То есть, ни еврейский оригинальный текст, ни греческий перевод не был найден, но латинский перевод греческого текста был найден. Но этот текст, опять же, не сохранился в полноте. Считается, что около трети этого текста утеряно, и что именно в этом утерянном отрывке была заключена эта история о том, как Михаил Архангел спорил с дьяволом о Моисеевом теле. Поэтому здесь что-то достоверное сказать однозначно достаточно сложно, но, как говорят, версия такая, что дьявол спорил о Моисеевом теле и аргументировал, что он не хотел отдавать это тело, потому что Моисей был убийца, ведь он убил египтянина, который избивал иудеев. И если он убийца, то дьявол имел право требовать его тела. Имел право на его тело. Еще один аргумент, который он якобы употреблял, это тело Моисея материально, материя порочна, и потому тело Моисея принадлежит ему, потому что материя это сфера владения дьявола. Но это скорее из греческой философии аргумент, чем из, скажем, библейских понятий. Поэтому здесь, наверное, не стоит углубляться сильно в эту историю, потому что действительно достоверно выяснить первоисточник этой информации, спор о Моисеевом теле, будет на данный момент просто невозможно. Поэтому нам следует доверять этому как библейскому источнику. Послание Иуды само по себе является богодухновенным посланием, и мы принимаем информацию, которая содержится в этом послании, как достоверную, богодухновенную. Итак, спор о Моисеевом теле. Для чего Михаил Архангел спорит о Моисеевом теле? Ну, ясно, что для того, чтобы воскресить. Здесь есть интересные и другие детали, что, когда описывается в книге Второзакония, 34 глава, с 5 по 7 стихи, сама смерть Моисея, то здесь написано, что он умер на горе, когда он зашел на гору, он посмотрел на землю, Господь показал ему землю, и он умер там, по слову Господню, и погребен на долине, в земле Моавицкой, против Бефигора, и никто не знает место погребения его даже до сего дня. Вот из этого свидетельства мы можем сделать вывод о том, что его похоронили ангелы. Почему, спросите вы? Каким это образом? Да потому что Моисей ведь умер на горе, а похоронен в долине. Кто похоронил его? Кто это тело перенес в долину и похоронил? Если бы это сделали люди, то тогда люди знали бы место погребения, но поскольку никто не знает место погребения, значит, единственный остающийся вариант, это то, что ангелы отнесли его тело в долину, и там похоронили его. И проходит какое-то время, и Михаил Архангел спускается за телом Моисея, происходит спор. О чем мог быть этот спор? Конечно же, очевидный факт, единственный вариант, о чем мог быть этот спор, это то, что Михаил Архангел пришел воскресить Моисея, забрать тело, и вновь вдохнуть в него дух, и это тело вознести на небеса. И Моисей таким образом был воскрешен. Фактически первый случай воскрешения в Священном Писании. И причем это единственный случай воскрешения, описанный в Писании, за которым следует, ну, точнее, давайте уточним, описанный в Ветхом Завете, единственный случай, за которым последовала вечная жизнь. Да, то есть он был первым воскрешенным для вечности. Но мы знаем также и тех, кто воскресли вместе со Христом, и мы понимаем так, что они тоже были воскрешены для вечности. Но вот случай Моисея вот таким образом уникален. И чему он учит нас? Помимо прочего, друзья, конечно, мы знаем, что Моисей хотел войти в землю хананскую. Очень хотел. Он просил Бога, даже после того, как Господь ему ясно проговорил, что тебе туда не войти. Он все-таки просил Господа, чтобы он разрешил ему войти туда, так что Господь сказал, довольна, больше не проси меня об этом, ты туда не войдешь. И для Моисея это было, наверное, горьким разочарованием. Господь ему на тот момент не открыл свой план, у Бога был план, далеко идущий. У него был замысел, величественный замысел. И Моисею не следовало при жизни на земле знать, что он будет воскрешен и вознесется на небо так рано, раньше всех остальных, раньше, чем даже Иисус придет на землю. Ему не следовало это знать, и он этого не знал. И когда он умирал, он этого не знал. Но представьте себе его изумление, когда он воскрес, и его ангелы вознесли на небо, и для него открылась совершенно новая перспектива. Таким образом, Господь ответил на его молитву более величественным образом. И он превзошел своим ответом на его молитву, превзошел все ожидания Моисея. Пусть эта история нас вдохновляет, поддерживает, укрепляет. У Бога всегда для нас есть нечто лучшее, превосходящее все то, о чем мы можем мечтать, и все то, о чем мы молимся и просим Бога, и порой переживаем, что Господь не отвечает вовремя. У Бога есть для нас гораздо лучшее. Доверимся Богу, и Господь нас никогда не подведет и не разочарует. Слава Ему за это. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Господь наш, хвала Тебе, Ты сильнее смерти. Ты показал это в истории Моисея, и мы видим, что нам нечего бояться, пока мы с Тобой. Мы не будем разочарованы, пока мы с Тобой. Воскрешение Моисея показывает, что Ты даешь гораздо больше, чем мы можем надеяться, чем мы можем, о чем можем мечтать. И мы благодарны Тебе за это, Господь, мы можем доверять Тебе. Слава Тебе, Богу милосердному, Богу, Который прощает, снисходит, как в случае с Моисеем, проявляет великодушие. И слава Тебе, Богу, Который восполняет все утраченное, утерянное, и дает нам гораздо больше, чем мы могли бы мечтать. Слава Тебе за это, Отец Небесный, во имя Иисуса. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что вместе с нами вы изучаете Священное Писание. Вопрос мой к вам, а как вы думаете, как вы понимаете, почему все-таки Бог воскресил именно Моисея? Он не воскресил кого-то другого, но Моисея воскресил. Ноя нет, не воскресил. Адама нет, не воскресил. Авраама нет, а Моисея да. Почему? Как вы думаете? Поделитесь вашим мнением, и мы прощаемся с вами. До завтра. Аминь.